Традиционно ближе к середине декабря на улицах города появляются елочные базары. Пройти мимо без соблазна приобрести ароматную еловую веточку не удается практически никому. Горожане подходят, чтобы рассмотреть деревья поближе и узнать о цене. Душистая зеленая елка – неизменный символ новогодних праздников. И каждый год перед самарцами встает один и тот же вопрос – какая елка лучше – искусственная или же натуральная? Живое хвойное дерево способно создать настоящую праздничную атмосферу, рассказывает Анастасия Садчикова. Ежегодно она приобретает елку в середине декабря – заранее. Это связано с тем, что запах хвоя ассоциируется с праздничным настроением. Вот и в этом году Анастасия спешит выбрать главный символ Нового года и поскорее забрать его домой. На самарских елочных базарах сейчас можно приобрести сосну, пихту или ель – кому что больше нравится. Я предпочитаю сосну, потому что, во-первых, у нее иголки не так падают. С квартиры это удобнее выносить, потому что у ели иголочки тоненькие, они потом осыпаются. Плюс у меня еще домашний питомец, который елку может потеребить. Хвойные деревья различаются не только количеством веток и толщиной иголок, но и ценой. В среднем сосну можно приобрести за 500-700 рублей, а вот душистую пихту – за 4-5 тысяч. Цена варьируется в зависимости от высоты и внешних параметров. Самая хорошая елка – пихта. Она вот пахнет, вот хорошая. И вот красиво будет. На Новом году будет красиво. Вот самая хорошая – пихта. И сосна. Однако некоторые горожане, зачастую жалея деревья, предпочитают их не покупать. Далеко не все знают, что ели, сосны и пихты срублены не ради продажи, а из практических соображений. В лесу к Новому году проводятся такие мероприятия, как рубка в молодняках. То есть убираются елки, буду называть их елками, те, которые мешают росту деревьев. В лесничествах целенаправленно высаживаются деревья в чуть больше. Это делается для того, чтобы повысить процент приживаемости. Поэтому елки, которые продаются на рынках – те самые, что мешали росту своих собратьев. Но несмотря на эти факты, некоторые горожане считают покупку живого дерева непрактичным занятием. И все чаще идут в магазины для того, чтобы приобрести искусственную ель. Ведь среди них тоже немало красавиц. Искусственные елочки изготавливаются, бывает, методом литья. Это каждую веточку льют из резины. И бывают из ПВХ. Это мягкие такие ниточки. Безвредная пленка из поливинилхлорида. Самый надежный вариант искусственной ели – с полностью литым каркасом. Стоимость такого дерева начинается от 20 тысяч рублей. Дерево с каркасом из ПВХ будет стоить от 3 тысяч. С частично литыми частями – от 12. Искусственная елка не осыпается и не желтеет. Такое дерево может прослужить более 10 лет. Мы продаем 5 лет. И я знаю, что некоторые елки еще служат. Резина просто, если ее хранить где-нибудь в жарком месте летом, то резина сохнет и портится. А литая елка – это резина. То есть это вылитые резины получат. То есть если ее не жарить летом, а она все-таки типа, то пролежит. Но если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, можно создать елку своими руками. Создать елку – это отличная возможность провести время с семьей, отмечает Марина Штыкова. Вместе с мужем они уже 6 лет изготавливают новогодние дизайнерские елочки. Нам помог интернет. Мы нашли дизайн той елочки, которую мы хотели сделать. У меня муж просчитал, сколько нужно дерева. Дерево мы приобретали в специальном магазине. И, наверное, где-то неделю ушло на то, чтобы сделать елочку. Оригинальная и ни на что не похожая елочка, по словам Марины, может радовать глаз круглый год. Порой она становится неотъемлемой частью интерьера, так как на такой елочке можно сделать специальные полочки. В современном мире существует множество вариантов дизайна новогодней елки. Неважно, из чего она состоит. Главное – это настроение, которое она дарит. Александра Гусева, Максим Гусев, Николай Сидоров, Константин Головин. События.